Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня мы с вами начинаем вязание бактуса калейдоскопа. И для начала, для первой части нам понадобится три цвета. Один, у меня он серый, это разделитель. Его мы будем использовать для того, чтобы отделять между собой цвета. И в конце, после того, как бактус будет уже готов, мы с вами этим цветом выполним окантовку. То есть он такой, придаст нам графичность. Выбираем цвет, который будет выделяться и сочетаться со всеми цветами нашего бактуса серый. И берем два первых цвета. У меня это такой темно-зеленый, такая темная морская волна и желто-золотистый. Это первые две детали, которые мы с вами сегодня будем вывязывать через разделитель. Вот таким образом мы будем использовать первый блок. И сейчас я расскажу, как будет проходить у нас вязание. Сейчас я вам расскажу теоретически, и потом мы с вами провяжем вместе эти две детали. Перед вами таблица, которая представляет из себя две части. У меня написано левая, правая. Итак, первая часть представляет из себя левую и правую часть треугольника. И вторая часть, тоже левая и правая часть треугольника, абсолютно аналогичная, только в зеркальном отражении. То есть мы с вами будем начинать вязать наш бактус от середины и пойдем в две стороны. То есть мы вяжем одну сторону и сразу вторую. Добавляем одну деталь в вторую, одну деталь в вторую. И таким образом мы с вами одновременно вывяжем наш бактус в обе стороны. Мы пойдем не от края по кругу, а от центра по краям. И каждый раз мы будем с вами надвязывать две детали. Одинаковые, но в зеркальном отражении симметричные. Для того, чтобы вам ничего не переписывать, не пересчитывать, таблица уже готова. Если вы посмотрите, она абсолютно симметрична, вот относительно центра. В чем суть? Левое частичное вязание, правое закрываем. Обратите внимание на вот эти вот части. Та часть, которая у нас будет являться окончанием первого, например, треугольника. И она же будет являться началом следующей части. Мы будем вязать частичным вязанием. Если вы хотите, можете закрывать. На самом деле это не существенно. Хотите, закрывайте. Каждый раз по две, по три петли, как вам удобно. Если вы хотите, чтобы было ровненько и чисто без уголков, уголков будем вывязывать частичным вязанием и закрывать единой одной линией. Вот как можете, как хотите, как вам больше нравится. Наша задача вывязать треугольники через разделитель. Ваша задача либо повторить, как у меня, либо выполнить какой-то свой вариант. Вы можете разделитель проигнорировать и вывязывать одну часть из другой, если не хотите. Все на ваше усмотрение. Вторая часть у меня написано «Закрываем». Ее мы закрываем безоговорочно. Закрывать я буду не закрывать, а просто делать убавку декером. Для того, чтобы был ровный край. Все буду показывать сейчас вязание на машинке. Деталь первая. Но она симметрична. Набрать 78 петель. 38-38. Простите, 39-39. Это для вязальных машин относительно нуля. 39 в одну сторону, 39 в другую, чтобы вы не думали. Сразу набираете, провязываете. Вот она. Для тех, у кого спицы, тяжело бывает понять, с какой стороны мы делаем убавку, с какой прибавку. Потому что, когда вяжем спицами, мы вязание постоянно переворачиваем на одну сторону, на другую. Так вот, для того, чтобы вам облегчить себе задачу, рекомендация. Например, на левую часть, которую мы закрываем, привяжите бантик, хвостик, какую-нибудь ниточку. И можете так этот бантик себе тут и пометить. Вот со стороны бантика мы делаем вот эти убавки. Со стороны, где нет бантика, мы делаем другие убавки. То же самое с другой стороны. Где у меня стоит L, то есть, простите, где мы закрываем, левая или правая, она по-разному пойдет, поскольку она будет симметрична. Вот там, где мы закрываем, я буду вам писать это каждый раз, там мы привязываем бантик, там мы выполняем вот такую маленькую убавку. Тогда вы точно не запутаетесь. Поставьте еще раз на стороне метку и запутаться у вас уже не получится, бактус будет связан. Итак, задача. Набросываю нить, набираем 78 петель, провязываю один ряд. Давайте два ряда серым разделителем, потому что серединку мы сделаем два ряда, а дальше будем уже просто провязывать и закрывать петли. Итак, набираю 78 петель, набросываю нить, независимо от того, какая у вас машинка, мне нужны будут открытые петли. И провязываю два ряда разделителем. Останавливаемся, после этого мы переходим к таблице, к первой части и будем провязывать треугольник. Начали вязать, провязала бросовую нить, вот она вот так и лежит, она больше нам, кстати, не понадобится. Два ряда серым разделителем и, обращайте внимание, у меня стоит первый цвет, вот он желтенький, и с какой стороны должна быть каретка. Здесь у нас частичное вязание, значит каретку мы должны начинать с той стороны, вязание первого ряда, с той стороны, откуда у нас идет частичное вязание. То есть вот эту часть мы вяжем в эту сторону, здесь у нас частичное вязание, мы будем начинать вязание в другую сторону. Почему мы делаем так? Потому что, когда мы выполняем частичное вязание, нас каретка должна быть со стороны противоположной убавкам. Ну, убавкам в данном случае. Ставим перед собой таблицу, обгнуляем счетчик и начинаем вязание. Так, первый ряд и сразу убавка с правой стороны, поэтому начинаем справа налево провязывать первый ряд. Провязали, убавка. Убавка частичная. Так, если вы не будете выполнять частичные убавки, выполняйте фактически. Можете просто закрыть. Я выполняю убавку частичную. Сразу рычаги частичного вязания включаю, если они у вас есть. Если их нету, то оставляем все как есть, просто выдвигаем углу. Вы уже сами знаете, как ваша машинка работает. Второй ряд ничего не делаем. Только, соответственно, обвиваем углу, которая у нас стоит в заднем положении. А, простите, в переднем? Конечно, в переднем. И третий ряд. По плану минус три иглы. Четвертый ряд. Провязали. Сразу обвели иглу, стоящую в переднем положении, для того, чтобы не было никаких неприятных отверстий. Четвертый ряд. Первая убавка с левой стороны. Я уже говорила, что буду делать убавки. Просто декером. Беру двухугольный декер и выполняю убавку. Не забудьте, что у нас рычаги частичного вязания включены, поэтому не оставляйте иглу в переднем положении. Ставьте в среднее. Все. Провязали. На счетчике пятый ряд. В таблице на пятом ряду две иглы. Шестой ничего. Обвели. Седьмой. Минус две иглы. Провязали. Подтягивайте вязание. Оно сейчас у вас будет перекашиваться. Так, седьмой. Восьмой ряд. Минус одна игла. Обвели, стоящую в переднем положении. Девятый. Девятый минус три. Десятый ничего. Одиннадцатый минус два. И так далее. То есть, все, что у нас стоит. Написано частичное вязание. Ставим в переднее положение. То, что у нас написано. Закрываем. Просто делаем убавку. И доходим до 54-го ряда. У нас первая часть, 78 петель, 54 ряда. Нюанс. Плюс, минус, там ряд, два значения иметь не будут. Разделители у нас в расчет тоже не идут. Это бактус. Это не изделие, которое должно у нас четко сесть по размеру. Плюс, минус, еще раз скажу, несколько рядов. На данном изделии играть никакой роли не будут. Но будут выносить очень интересный эффект в оформлении нашего бактуса. Поэтому примерно 54 ряда плюс-минус ряд 2 на закрытие всех петель. Так мы доходим до точечки и останавливаемся. Когда мы дойдем до 54-го ряда, у нас практически все иглы будут стоять в переднем положении. Мы все их поставим вперед. Остановимся и после этого закончим первую деталь. Провязали. У меня осталось 2 петли. Все иглы стоят в переднем положении практически. И смотрите, тут 2 варианта. Мы можем сразу провязать разделитель. Можем провязать рядок сглаживающий, чтобы не было некрасивых ступенек. Я предпочитаю сглаживающий ряд. Общий ряд. Рычаги частичного вязания отключить. Провязали. Убираю желтый, мне больше не нужен. Беру разделитель. И провязываю. Хотя бы ряд. Ряд. Можно провязать 2 и закрыть. Можно провязать 1 и закрыть. Но если будет 2, разделитель будет более широкий. Закрываем петли. Да, здесь мы открытые петли оставлять не будем. Поэтому я вам говорила, что сбросовая нить нам с вами больше не понадобится. Закрываю любым удобным способом. Я это делаю косичкой. Главное не затягивать косичку. Обычная косичка, рыхленькая. Обязательно рыхлая. Потому что если вы перетянете, у вас будет стянутый край. И вам тяжело будет надевать это изделие для следующего элемента. Итак, закрываете косичкой первую часть. Переворачиваете полотно. И открытые петли сбросовой нити надеваете на те же 78 игл. Будем продолжать вязание в другую сторону. Развернули вязание. Надели на открытые петли, которые мы начинали. Вот там у меня бросовая нить. Вот полотно, которое мы с вами только что закрыли. Видите, оно должно быть рыхлое, чтобы не было стянутым. Вот. Те же 78 петель. Все надели. Каретка у нас со стороны частичного вязания. Переходим на вторую часть. Берем второй цвет. Обнуляем счетчик. Провязываем первый ряд. На всех играх. Сразу выполняю убавку одной иглы частичного вязания. Выполняем все то же самое дело. Ничего не меняется. Один нюанс. Для того, чтобы мы с вами в следующий раз не путались, какая у нас часть первая, а какая часть вторая. Потому что если вы начнете вывязывать продолжение не в ту сторону, вам придется все переделать. Поэтому берем листик. Первая часть. Вот она. Вот эта часть. Один. В эту сторону, где у меня желтая, это будут первые части. Вторая часть, которую мы сейчас с вами вяжем, это будут вторые части. Вот. Я так и буду вам писать. Первая часть, вторая часть. Две таблички. Так вот первую часть, единичку желтую, мы будем продолжать первыми частями. Вторую часть, которую мы сейчас вяжем, вторыми частями. И таким образом у нас все четко вывяжется и четко будет та фигура, которую мы хотим получить. Итак, вы вязываете вторую часть. бактуса абсолютно аналогично по точно такому же расчету справа закрываем значит убираем декерную баку слева частичное вязание выдвигаем переднюю переднее положение провязываете 54 ряда сглаживающий ряд 2 ряда разделителем и закрываете полотно никаких открытых петель никаких хвостов никаких неприятных моментов с распусканием у нас все будет сразу готово провязывайте вторую деталь первой части первая часть вязаная выглядит вот таким вот образом не забудьте прикрепить к одной из сторон единичку надвязывать будем помните первая часть вторая часть первая часть нас пойдет надвязывать в эту сторону вторая часть пойдет противоположную